Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. В США мы перешли напрямую от пандемии к массовым беспорядкам. От созерцания мира в огне в переносном смысле, к миру в огне в прямом. Включая город Атланта, где здание CNN было, мягко говоря, осквернено. К сожалению, эти новости не фейк. Но как всё это относится к криптовалюте? Вы будете удивлены, насколько сильно всё это связано, когда досмотрите это видео до конца. Поставьте лайк под это видео, пожалуйста, давайте наберём 2000 лайков. Большое спасибо за вашу дикую поддержку, она меня мотивирует делать свою работу дальше. 3000 лайков, 2000 лайков на предыдущих видео. У нас прямо очень классная сплочённая команда получилась. Погнали к контенту. Богатейший Ди. Да, это моё бюджетное интро. Кризис всё-таки на дворе. В начале этого видео мы изучим информацию о протестах Джорджа Флойда и массовых беспорядках, а также обсудим сногсшибательные события вокруг SpaceX. Вы удивитесь, но обе эти новости имеют прямое отношение к криптовалюте. Я сразу предупреждаю вас, что первая половина этого видео будет очень тяжёлой, и я постараюсь её максимально зацензурить. Итак, поговорим о Джордже Флойде. Постараемся изучить эту ситуацию максимально объективно. Речь пойдёт не о политике или важности жизни, независимо от цвета кожи. Это не то, чем я занимаюсь. Но так как вы смотрите канал, посвящённый и криптовалюте, в том числе, вы наверняка очень прогрессивный и открытый человек. В понедельник, 25 мая, темнокожий парень по имени Джордж Флойд был убит полицейским в Миниаполисе, штат Миннесота. Когда я первый раз увидел эту новость и фотографию, это не показалось мне событием, которое может повлиять на мир. Я имею в виду, что подобные ситуации происходят довольно часто. Монтируя этот выпуск несколько часов подряд, я понял, что всё это мне напоминает. Домашнее насилие. Домашнее насилие – это общественная проблема, к которой все относятся не так уж и серьёзно. Большое количество профессиональных спортсменов США уже многие годы арестовываются за домашнее насилие. Это настолько распространённое явление в Соединённых Штатах, что этому даже посвящена целая статья в Википедии. Но когда мир увидел видео, как бывший раннинг-бэк команды по американскому футболу Baltimore Ravens, Рэй Райс, вытаскивает свою невесту из лифта после того, как отправил нокаут, многие люди наконец-то что-то начали понимать. Я не буду показывать это видео здесь, возможно, опубликую его в группе ВКонтакте или в Телеграме. До этого момента для многих людей домашнее насилие не было частью их жизни. Они видели его только в вечерних новостях. Как говорится, если фотография может сказать тебе тысячу слов, то видео может прочесть целый рассказ. Видео с Джорджем Флойдом, полицейский из Миннеополиса Дерек Чаовин, давит коленом шею Флойда, который был арестован за возможное использование поддельной купюры. Недавно уволенный офицер Чаовин давит коленом всё сильнее, в то время как Флойд, борясь, всё ещё повторяет «я не могу дышать». Даже когда Флойд потерял сознание, Чаовин продолжал давить ещё около трёх минут. Некоторые отчёты говорят о том, что Флойд перенёс сердечный приступ, и фактически Чаовин его не убивал. Флойд скорее мог умереть от сердечного приступа в результате стресса, чем от удушения. В любом случае, с моей точки зрения, Чаовин вместе с другими тремя полицейскими всё-таки убили этого мужчину. Даже если это был сердечный приступ, то вместо первой помощи, которую они обязаны были ему оказать, они позволили ему умереть. Плохо это или хорошо, но Чаовин фактически убил человека. На камеру. В пятницу 29 мая он был арестован. Думаю, все согласятся, что это был абсолютно правомерный арест. Дальнейшее развитие событий зависит от системы правосудия, но с момента, как это произошло, наблюдается массовое волнение по всей территории США. А Миннеаполе стал эпицентром мародёрства, насилия и протестов. Атланта также стала сценой сильнейших массовых беспорядков, сожжёнными автомобилями и погромами. Здания, СНН и прилегающий к нему парк были осквернены и разгромлены. Множество магазинов и инфраструктурных объектов в этом районе были сожжены и разграблены. Но события в Атланте не могут сравниться с тем, что происходит в Миннеаполисе. Я, конечно, не вправе судить, но по моему мнению, протесты не должны включать в себя грабежи частной и коммерческой собственности. И уж тем более не должны касаться обычных людей, которые ни в чём не виноваты. Мне жаль каждого, кто владеет бизнесом или недвижимостью в городах, где так называемые протестующие просто используют ситуацию, чтобы выпустить своего внутреннего зверя на свободу. Но также мне жаль и семью Джорджа, который сейчас тоже непросто. Что действительно шокирует, так это раскол общества. Когда люди злятся, то линия между гражданским неповиновением и яростью становится очень тонкой. Когда люди объединяются в своей ярости, то, на что они способны, действительно пугает. Так как это канал, посвященный криптовалютам, давайте объединим эти события с нашей основной темой. Ведь связь между этими событиями действительно многие упускают. Здесь можно увидеть множество параллелей того, как именно банковский мир и элита смотрят на всех остальных. Мы просто пешки в их игре глобального доминирования. Контролируя нас, они защищают самих себя. Если мы когда-нибудь увидим их реальное отношение, как именно элита общества и финансового мира относится к нам, начнется настоящее беззаконие. Некоторые люди предпочитают стоять в стороне и ничего не делать, пока другие выбирают борьбу. Не знаю, как вы, но я предпочитаю борьбу. Именно поэтому, несмотря на постоянные теневые баны Ютуба любых видеороликов о биткоине или криптовалюте, я продолжаю их выпускать. Это моя борьба. Несмотря на то, что многие смеются с таких людей, как я, так как я серьезно говорю о криптовалюте и биткоине как об источнике дохода для жизни или об инструменте свободы, я просто продолжаю делать свое дело и выпускать видео. И в ближайшие две или три недели некоторые люди из криптовалютного мира тоже откроют в себе этот дух бойца благодаря мне. Но для нашего дела нужно больше бойцов. Факт, что миллиардер и генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон публично назвал биткоин обманом, в то же время еще в 2018 году проводя встречи за закрытыми дверями с генеральным директором Coinbase Брайаном Армстронгом, говорит о манипулятивных, скользких способах, которые используют их собственные организации и компании. Они делают все, чтобы создать для себя лучшие условия. В то время как криптовалюта у всех на слуху, элита ни за что не позволит биткоину полноценно войти в обиход. Все это должны сделать мы сами. Нас больше, чем их. В Миннесоте правительство заявило, что у них буквально недостаточно сил правопорядка, чтобы остановить массовые беспорядки. И это с учетом привлечения национальной гвардии. Это еще одно напоминание. Когда люди собираются вместе, они намного сильнее, чем когда они разрознены. Дело в том, что сила правительства – это просто иллюзия. Они не могут по-настоящему контролировать людей. Цифры и подсчеты количества населения это отлично доказывают. Именно поэтому такие страны, как Китай, являются по сути бумажным драконом. Если по какой-то причине люди решат восстать, то они смогут это сделать. Конечно, для этого нужно самопожертвование, но тем не менее, там намного больше обычных граждан, чем коммунистических лидеров. Несмотря на яростные беспорядки в США, люди демонстрируют децентрализацию, что просто замечательно. Во многих случаях мы можем видеть децентрализованные протесты. То есть, если лидеры остановят протест А в городе А, то просто возникнет протест Б в городе Б. Это и есть децентрализация протеста. Ядром этих массовых беспорядков является недоверие к правительству. Люди не верят, что правосудие будет осуществлено справедливо и берут все в свои руки. Вот почему так важно владеть собственными деньгами, ведь доверие к лидерам потеряно. Чтобы забраться на вершину политической пирамиды, вам просто необходимо совершать грязные поступки. Других способов нет. Нужно быть скользким, как змея. Это в равной мере относится к любой политической партии. Биткоин может позволить нам другой способ жизни, где мы, люди, вернем власть в собственные руки. Эти беспорядки доказательства, что даже с небольшой организацией мы можем достичь своих целей. Иногда теряется сама суть, посыл криптовалют, потому что так или иначе все мы хотим стать богаче. Но также мы хотим и создать новую финансовую систему, а старую сжечь. Я считаю, что многие из протестующих несут те же мысли. Еще одно большое событие, которое произошло в конце мая, это запуск SpaceX Илона Маска. Илон Маск стал сильнейшим сторонником биткоина, учитывая его жалобу на то, что в реальности он владеет только четвертью биткоина, которое ему подарил друг. Честно говоря, мне не верится, что это правда. Помимо владения небольшой частью биткоина, криптоэнтузиаст Илон Маск заявлял о своем отношении к одной из монет. В своем сообщении Маск назвал себя генеральным директором Доги Коэн. Конечно же, это была шутка, но тем не менее, Илон был директором Доги Коэна аж целые сутки. В любом случае, запуск SpaceX означает нечто большее, чем просто запуск ракеты и вывод двух космонавтов на орбиту. Мы видели множество запусков ракет и космонавтов в космос. Так что же выделяет именно это событие? Это первый запуск человека в космос для частной компании. Частной компании. Это снова возвращает нас к тезису об иллюзорности правительства. Правительство слишком перехитрило само себя и централизовалось. Нам не нужно правительства, чтобы обеспечить любой аспект жизни и любую общественную услугу. Довольно смешно слышать, когда люди говорят, что без правительства у нас не будет дорог. Это глупо. Все, что делает правительство, может быть сделано частным бизнесом. И я гарантирую, что ежедневная оплата за проезд по частной дороге в итоге окажется меньшей суммой, чем существующие налоги на дороге. Пора просыпаться. Частная корпорация недавно запустила человека в космос. И они будут это делать гораздо дешевле, чем правительство когда-либо сможет. Первые делают это за свои деньги. Вторые делают это за ваши. Кого бы вы предпочли? Меня зовут Богатейший Ди. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok